здравствуйте друзья вы можете подумать что я парик или там завивка какая но это не так анна леонидовна пощупайте пожалуйста этот это это папаха натуральный волос это натуральные волосы козлины как мне сказали что это от козла это из северной осетии пары у нас тут было приехали но а я их еще покажу тоже на канале они просто пока там свои текущие дела решают вот потом супруг значит придет к нам учиться а супругу я тоже хотел показать просто она вот пять дней назад парочка пара это приехала и супруга она массажистка вот она уже там можно сказать вышла на первый свой объект от пассировала и так молодцы вот я как бы очень очень доволен тем как вот ребята за пять дней чего они успели сделать это не сами расскажут я не буду заранее анна леонидовна я сниму а то у меня такое ощущение что я опасно по дороге еду вот значит анна леонидовна скажите мне просто пока вот у нас михаил бородянский гостил трудно ли было трудовому коллективу очень в чем в чем трудность было дополнительно ну сразу заметно что когда михаила нет так ты во всем становится нужно студентом или сотрудником студентам это что мой сам сам панкшинал нам нужно столько знаем чего нам делать что в принципе как какие вы фанкшинал не знаю самой фанкшинал так понял наполовину так нам для компании за нами там следит чтобы не отвлекались веселю и веселит чтоб отвлекались анекдот всякий рассказывает тоже веселилось еще как поэтому без михаила там конечно скучно тихо так или наоборот громко бывает потому что михаил всем тишина требует да вот анна у нас присутствовала при разговоре 99 процентов коммитмента я я подумал анна что трудная женская доля у россиянки шана а ста процентах даже и не мечтает я сегодня когда ехал на работу я вот вот только что повесил видео значит о том что вот как я был удивлен потому что я много лет уже эту хохмачку использую на уроке и всегда когда там 99 процентов то все начинают рожать и вы говорите а где же где же 100 да это это как бы было настолько очевидно всегда это вдруг раз так неожиданно такой облом вышел вот так что попал попал к реалистам раньше у меня романтики сидели в классе вот на меня подействовало как-то то что я психологически укреплялся со стороны вот трудового коллектива как это должно было ну не знаю может у меня глаза стали вот так только что если вы сами жалуетесь что устали там или как там что надо в себя прийти у меня мало места в голове осталось для другого мне как все оттуда по выпу зато смотрите сколько у вас опоинтментов накопилось да зато как я быстро с ним раз 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 быстро так это все извили не заплёв как в песню высовского да ну не важно ну хорошо в общем хорошо все среда я сегодня еще знаете что я сегодня пойду к григорию моему эзотерику я мало то что две недели без выходных был так я еще и и григория пропустил первый раз потому что был с насморком у меня домой отправил мне нефига этот народ заражать а второй раз это казалось бы мог бы щелкнуть пальцами все нет вот а второй раз потому что мы с михаилом бородянским были в это время в санта-круз поэтому вот скажите а знаете что там скажите куда мы вообще едем за чаем за чаем а какой чай мы хотим купить хотим который без всяких примесей просто просто черный так это мы хотим русский магазин или вот этот году нам нужно вот маркет нормально все хорошо сейчас едем купить чай когда чая в офисе нет то все жизнь останавливается правда она и без кофе и без чая но кофе нам как-то по почте доставляют может быть можно слушайте может быть можно такой же точный чай заказывать по почте скорее всего мы же не смотрели нет нет но надо сказать что нормальный кофе вот который но без студентов вот мы растворим и покупаем его заказать не получается вот в костка мы обычно берем так вот костка такой кофе растворимый не высылает а надо ехать туда живьем и вот амурой мы заказали другой заказали другой другой есть я даже не могу сказать точно чем они отличаются сильно но знаешь брендом бренд нет нет я понимаю чем бренд один отличается от бренда 2 не могу сказать только ценители растворимого кофе поймут разницу да хорошо как-то знаете ощущение что я отдыхаю вот никуда бежать не надо привычные дела студенты резюме кофейку попил в магазин съездил все-таки привнес михаил бородянск разве вот это и не есть счастье вот скажи смотря с какой стороны посмотреть нет ну подумай сама вот допустим вот я там на неделю а потом опять хочется движухи ну так надо двигаться чё же движуха может не против движухи все друзья а может быть вы примерите шапочку нет нет вот так друзья вот так вот работает постоянно вот только инициатива какая-то террасы обламываются все пойти за чаем